МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ 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 На 10% количество погибших в них выросло с 47 до 49 человек. Рост основных показателей аварийности отмечается на территории 8 муниципальных образований нашей области, в том числе наиболее значительный. Это в Меликесском районе рост ДТП на 13%, погибших с 1 до 8%, раненых на 15%, но в Малой Клинском районе ДТП на 33% погибших с 0 до 2 и раненых на 175%. Задачей совещания была выработать комплексные меры по сокращению смертности на автомобильных дорогах. Мы понимаем, что только лишь ремонтом автомобильных дорог, установкой дорожных знаков, ситуацию кардинально изменить нельзя. В первую очередь, это и должно быть формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и взаимное уважение. Это и мероприятие, связанное с максимально быстрым оказанием медицинской помощи пострадавшим в дорожных транспортных происшествиях. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» утвержден паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Ульяновской области». А с МВД России подписано соглашение по мониторингу реализации мероприятий. Задача, которая стоит перед нами, наверное, ребята чётче её сформулировали, да, это нулевая смертность на дорогах. Но пока в паспорте проекта у нас стоит тоже очень амбициозная цель – это снижение смертности на дорогах в три раза. Согласно условиям проекта, к 2024 году регион должен достичь снижения смертности уровня, не превышающего 4-х человек на 100 тысяч населения. Для этого уже в ближайшее время будет выработано ряд мер, которые коснутся не только госавтоинспекцию, но и отрасли здравоохранения, образования и связи. Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости Олправда ТВ.